Я помню, вы в одной из бесед рассказывали, что когда какие-то подарки были, ну совсем-совсем ребенку еще, ребенок пополз к мячу, выбрал из всего мяч. А сейчас-то ползут гаджетом и к этим играм. Сейчас, мне кажется, что мальчики-то не играют в футбол так, как в наше время, потому что, ну может быть, больше есть выбор занятий у нас, кроме футбола, в общем-то, из развлечений. Вы знаете, сейчас время другое, раз и второе, значит, действительно, вот раньше что, раньше мы приходили со школы, родители на работе, забрасывали портфель, там курку хлеба с маслом поел, с сахаром посыпал и до вечера 6 часов во дворе поиграешь в футбол, опять что-нибудь посидишь, поиграют, дети, потом родители приходят с школы, загоняют вас с работы, загоняют домой, учишь уроки. И вот так каждый день. Сегодня, надо сказать, совсем другие интересы. И, конечно, я не против интернета, не против гаджетов и всего остального, но я считаю, что мы сегодня должны существенным образом заниматься нашей молодежью. Все звезды мирового футбола вышли из дворового футбола. Вот все, потому что тот, кто не прошел дворовый футбол, значит, ну, практически, да, стал хорошим футболистом, но не мегазвездой, значит, и не звездой большого уровня, потому что в дворовом футболе тебе, так сказать, доступно все, над тобой никто не стоит. Тренер не кричит, отдай пас, не водись, не техника, характер, лидерские качества, все вырабатывается во дворе, когда ты вместе со своими ровесниками. Вот тогда, значит, наверное, и получается, и видят, что технически, вот любой игрок, который обладает техникой, в первую очередь, он это наработал именно во дворе. В неформальной такой обстановке. Вот это, так сказать, очень важно. Дворовый футбол, раньше, так сказать, было, вот мы там коснулись с вами Советского Союза, кожный мяч, который, так сказать, на республиканском уровне, на дворовом, потом, значит, на российском, всесоюзном и так далее. Это же была целая система. Вот, это только я беру дворовый футбол. И вот я вам могу сказать, я был куратором дворового футбола Москвы и Московской области, 187 команд. Значит, три лиги играл. Это, значит, до 17 лет, с 17 до 45 лет и женская лига. Каждую субботу и воскресенье энтузиасты, исключительно тренер-энтузиасты собирали дворовый футбол. И вот они играли, значит, календарь был и все остальное. Я вот ходил несколько раз, когда у меня были возможности, вот, значит, и сопровоздал этот турнир газеты «Спортэкспресс». То есть, такая информативность была.